МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья мои! В сегодняшнем видео мы будем пробовать ловить нахлыстом. Я долго сомневался, долго собирался. В итоге я приобрел себе нахлыстовую снасть, небольшой набор мушек. И решил посмотреть, что из этого выйдет. Забегая вперед, скажу, что я являюсь абсолютным новичком в этом виде ловли. Почему я сомневался? Потому что у меня нет знакомых, которые могли бы мне объяснить и показать, как это все работает. Но в итоге я посмотрел пару видео на ютубе, взял подмышку нахлыстовое удилище и вышел на небольшой водоем. Хочу посмотреть, что у меня получится споймать. И опытом я с вами поделиться не смогу, но я смогу поделиться с вами эмоциями и впечатлениями от этого вида рыбалки. А выводы дальше уже будете делать сами. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ловить я буду, друзья, на плавающую муху. То есть эта муха, которая идет по поверхности воды. Во время проводки вы ее видите. И очень эффектно то, что вы видите, как происходит атака рыбы. Эта муха смазывается таким, скажем, как маслом специальным, чтобы она не впитывала воду и как можно больше находилась на поверхности воды. Окей, здесь такое чистое место. Рыбы я здесь не вижу. Но попробуем сделать пару пробных забросов. Окей. Значит, первым шагом является то, что мы просто выматываем какое-то количество определенной лески перед собой. Чтобы она выматывалась во время заброса. И начинаем проводочку. То есть как только шнур оказался в воде, аккуратными такими движениями мы его начинаем подтягивать рывочками. Друзья, была поклевка. Пробуем еще раз. Значит, самое главное сейчас на начальных этапах, это не дальность заброса, а презентация вашей приманки. То есть самое главное положить шнур на воду ровно. Чтобы вы могли совершать проводку. Заброс происходит прямой рукой. Ну, как бы согнутой от локтя. Представь, как говорят люди, что нужно представить, что мы под мышкой держим книгу. Вот так вот. И не сгибать запястье. Опа. Есть, друзья. Есть первая поклевка. У нас первая рыба. Оу. Значит, посмотрите, друзья. Что это у нас здесь такое? Это. Это, 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 это. Это солнечник. Так, по-моему, он называется. Эти рыбки здесь называются блугилами. Я знаю, что в Европе они тоже обитают. Солнечник или царский карась. Как так их называют. Это очень хороший размер для своей породы. Видите, взял на мушку. Спиннинг, ну, удочка очень чувствительная. Поэтому даже поклевки такой мелочи ощущаются очень мощно. И мушка идет по поверхности воды, как я уже говорил. Поэтому вы видите атаки рыбы. Азарт просто бешеный, друзья. Отпускаем. Ну, куда, куда? На берег ушел. Дружи, ты перепутал. Ты перепутал. Есть, друзья. Первый есть. Есть. Пожалуйста, специалисты, которые будут смотреть это видео, не критикуйте. Так, это моя первая рыбалка на нахлыст. И техника заброса у меня абсолютно, абсолютно начинающего человека. Все, я вижу, как подошла рыба. И начинает бить нашу муху. Вода здесь кристально чистая. И мне уже очень-очень нравится вид этой рыбалки. Отлично. Ну, заброс у меня получается такие на метра 4-5. В принципе, больше не надо. Опа! Есть. Вот такой вот зяблик небольшой. Но сам факт, что он взял мушку, уже радует и придает азарта. Стой, дружище, стой, 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 стой. Оу! Рыба имеет такие колючие плавники. Можно пораниться легко. Беги, несчастье. Есть. Окей, друзья, попробуем поменять муху. Я знаю, что на эту мушку клюет. Но мы здесь для того, чтобы пробовать, для того, чтобы экспериментировать. Поэтому не будем тянуть время. Попробуем поменять место. И поменять мушку. У меня есть вот такой универсальный инструмент. Использую его на каждой рыбалке. Здесь есть ножичек, ножницы, кусачки, пинцет. В принципе, все, что нам нужно. Обрезаем. Друзья, в продаже есть вот такие вот, не знаю, если вам будет видно, маленькие клипсы. Для того, чтобы цеплять мух и не перевязывать каждый раз. Но, честно вам скажу, я не сторонник разных клипс и переходников. Это всегда очередное слабое звено в нашей цепи. Сейчас я это использую, потому что сегодня я буду экспериментировать. И для удобства и скорости мы поставим такую небольшую клипсу. Узел, которым мы будем ее вязать, это обычный клинч, который каждый рыболов знает. Вот что у нас в итоге получилось. И попробуем выбрать мушку. Я думаю, что мы поставим вот такую вот желтенькую. Выглядит она очень сочно. Вот так вот, легким движением руки, цепляем мушку. И пойдем пробовать. Здесь такой вот тенистый участок. Много коряги, травы. Я думаю, что тут должен кто-то скрываться. Заматываем. И погнали. Оу! А вот и косяк, друзья. Здесь рядом деревья. Наверное, у нас ничего здесь не выйдет. Но, давайте сделаем пару таких пробных забросов. В принципе, можно забрасывать и по воде. Пока техника у меня страдает. Поэтому такие препятствия, как деревья и кусты для меня являются серьезной проблемой. А их здесь много. Хотя точка выглядит очень перспективно. жалко, конечно. Рвем листья. Обидно. Здесь точка такая четкая. Ну, красота, друзья. Это такое умиротворение наблюдать за тем, как рыбы атакуют нашу муху. выходит и солнышко. Слушайте, просто кайф, друзья. Просто кайф. О чем я и говорил, что опытом я не поделюсь, но эмоциями что я могу сказать, что есть такие стереотипы, что нахлыстом можно ловить только на реках, только форель. Это неправда, друзья. На нахлыст клюет практически на муху клюет практически любая рыба. Я где-то на просторах ютуба видел, как на нахлыст ловят карася. Потому что любая рыба ест мух. Очень часто ушко крючка бывает забито лаком. И вот этот инструмент, про который я вам говорил, имеет такой специальный ножичек, чтобы вычищать вот это вот ушко. У нас вначале клевало на черную. Попробуем ловить на такой вид. Бьет слабо, но значит мелочь. Так и есть. мелочь, но это показало нам, что наша мушка работает. Пока останемся на ней. Вижу, сегодня работает черный цвет. Еще одна поклевочка. маленькая, маленькая, но сильная. Вот такую рыбу, друзья, можно ловить на любом водоеме. И тренироваться в забросе, тренироваться, подсекать. нахлыст. То есть нахлыст по сути не ограничивает вас наличие определенных мест, где вы можете ловить. То есть вы можете ловить везде, но иногда выбираться в какие-то экзотические места, где льют какие-то экзотические рыбы. Пока мы ловим в принципе один и тот же вид рыб, но меня это устраивает. На начальном этапе я получаю удовольствие и от этого. Просто проверял, как рыба будет реагировать на нимфу. Так она, по-моему, называется. Это тонущая муха, как бы личинка на стадии зарождения. Просто опустил ее в воду и получил поклевку. Она ушла сама. Окей, значит нимфа работает. Попробуем половить на нее. Что она из себя представляет? Вот такая небольшая личинка. Она медленно-медленно идет ко дну и рыба бьет прямо на падении. Друзья, вы видели, что у нас получилось на этом водоеме. Но для чистоты эксперимента я, наверное, попробую половить еще на каком-нибудь пруду, чтобы сравнить результаты и понять, действительно ли нахлыст это настолько экзотическая снасть, которую можно ловить только в специфических местах и специфическую рыбу. Элей же это снасть для души, который можно ловить в любом водоеме, разные виды рыб и получать удовольствие. ловля. Как происходит ловля, друзья, я просто разгоняю немножко леску, забрасываю ее, ушка у меня стоит сухая, то есть не тонущая, и поэтому я вижу, как происходит проводка над водой. просто небольшими такими рывочками вытягиваю шнур вниз на воду и в свое время вижу, как мушка движется по воде и как происходят атаки, вот, например, как сейчас. О, здесь что-то крупненькое. Ага, то же самое, такой же царек. вот, смотрите, красивый. Такие крупные, друзья, даже на червя редко клюют. Посмотрите, ладошечный карась. Таких рыбок можно ловить в любом водоеме, в любом. Их много везде. И если вы просто решили, вот как я, после работы скоротать вечерок, то рыбалка нахлыстом это идеальное время препровождения. Вы гарантированно получите поклевки и удовольствие. Редактор субтитров Корректор А. Редактор субтитров Корректор А.